Ммм, ну, как бы это, бла-бла-бла, льём воду. Одни звуки и междометия хватит. Разговор по делу с Леной Файман. Нам есть что сказать, а вам проверим. 19.00 в городе Орске. Это программа «Говорим по делу». Сегодня у нас в гостях, как и было обещано в начале недели, генеральный директор хоккейного клуба «Южный Урал» Олег Игорьевич Пимунов. Здравствуйте. Здравствуйте. И наш спортивный обозреватель, который известен всему городу Орску, наш обозреватель рубрики на сайте ural56.ru «Хоккейное обозрение» – это Константин Мусафиров. Здравствуй, Константин. Добрый вечер. Ты уже у нас не первый раз здесь в студии. Олег Игоревич, слава вам. Спасибо большое, что вы к нам пришли, хотя много раз мы с вами в прямом эфире общались по телефону. О чем мы будем сегодня говорить? Будем сегодня говорить, конечно, о степени готовности команды к новому сезону. Но я вот так ее тему назову «Тяжело в учении, легко в бою». Олег Игоревич, правда, тяжело в учении? Тяжело, конечно. Но в бою потом легче? Да. Для радиослушателей скажу, что если у вас есть вопросы, то звоните к нам в студию по номеру телефона 341-120 или заходите на сайт ural56.ru. Именно туда сейчас идет онлайн-трансляция нашего разговора. Вы можете и посмотреть, и послушать, и, конечно, оставить свой вопрос, который мы обязательно озвучим в эфире, и наши гости, конечно, ответят на вопрос. Также вы можете присылать сообщение на короткий номер 4444 с пометкой слова «Дело». Стоимость сообщения 11 рублей. Итак, начнем с самого начала. Начнем с того, что как наша команда… Вот, Олег Игоревич, к вам, наверное, вопрос. Вот как наша команда готовилась к новому сезону? Нет, давайте напомним, как мы закончили прошлый сезон. То есть, какая задача ставилась на сезон 2011-2012, и насколько справились задачи? Ну, задача ставилась у нас, как можно выше подняться по турнире-таблице именно в регулярном чемпионате. То есть, мы это сделали. Впервые в прошлом году мы заняли четвертое место по всей лиге. И, естественно, у нас появилась такая надежда. Мы были уверены, в принципе, что и плей-офф мы пройдем хорошо. Но была у нас осечка с Мечелом. Сегодня это «Челмет» команда называется. Как еще раз? «Челмет». «Челмет». Да, теперь они так переименовались. Да, они переименовались. Оказался крепкий, так сказать, орешек. Нам чуть-чуть не повезло. У игроков, у наших порядка пяти человек, были травмы. Но, как говорится, никого это не волнует. И мы не то что оправдываемся. То есть, мы, будем говорить, оступились. Но бились тогда очень сильно. Пять игр, да. Дома была решающая игра. Уже у нас там даже Рома Музычка уже потом травму получила, когда уже совсем было как бы неприятно. Ну, а будем говорить, такая зубастая молодежь, по идее, должна была бы здесь вступить. Они-то были как бы не травмированы, и все нормально. Но мастерства уже у молодежи не хватило заменить вот тех лидеров, которые получили травму. Что с Ромой Музычка? Потому что все, конечно, болельщики помнят. Эта картина была такая, не за собой нервных, когда его на носилках вывозили со льда. И мы сами это видели тоже в прямом эфире. Озвучивали здесь также вот в эфире программы «Говорим по делу». Как? Отошел после травмы? Да, Рома отошел, у него все нормально. Хотелось бы напомнить, что он в лиге в прошлом году был лучший бомбардир, забил больше всех шайб. Мы как бы всегда гордимся этим нашим клубом. И когда я езжу, все директора встречаются, всегда поздравляют, говорят, ну да, у вас есть классный игрок, это здорово. Поэтому сейчас все нормально у него, он здоров. Я надеюсь, что в этом году он проявит себя именно в плей-офф. В этом году мы все ставки делаем на плей-офф. То есть, плей-офф, проходить первый круг в обязательном порядке. 341-120 номер телефона нашей студии. Если у вас есть вопросы, то звоните к нам в прямой эфир. Напомню еще раз наших гостей. У нас сегодня Олег Пивнов и генеральный директор хоккейного клуба «Южный Урал» и Константин Мустафиров, это спортивный обозреватель. Ну вот мы так с вами плавно и медленно перешли к тому, что какие задачи ставятся на этот год? То есть, вот сейчас уже сказали, да, вот надежда на плей-офф. Да. Еще что? Ну, это самое главное для нас. Сейчас становится. Соответственно, для этого нам надо регулярно чемпионат пройти так же хорошо, занять высокое место, чтобы, естественно, и причем уже изменился сам регламент в этом году. Там будет 16 команд участвовать сразу. То есть, мы в прошлом году по зонам были разбиты, по конференции, 8 команд запад, 8 восток, то в этом году будет смешанный плей-офф. И я за эту систему. Почему? Мне нравится эта система, она более справедлива по спортивному принципу, потому что здесь восток посильнее, чем запад, и мы здесь и так весь сезон бьемся-бьемся за высокое место, и тут еще опять запад отходит, 8 команд между собой бьются, а восток – это самые такие бюджетные и сильные команды, это и Тюмень, и Торос, и Альметьевск, а сейчас еще и Караганда прибавилось, и на востоке очень тяжело биться, очень тяжело. И тот же Челмет, который сейчас… То есть, теперь это будет смешанное, все 16 команд мешаются, и это более справедливо будет. То есть, как правильно я вас поняла, восток будет встречаться с западом? Ну, есть такая вероятность, что восток будет встречаться с западом. Нет, наоборот, сейчас все смешается. И восток и запад – единый будет плей-офф. То есть, первый играет в 16-м местом, второй в 17-м и так далее. Не будет разделения. Просто Олег Игоревич, я хотел сказать, что структура чемпионата претерпела значительные изменения. 16 команд, которые Олег Игоревич сейчас сказал, это те, которые выйдут в финальный этап. А первоначально стартуют 27 клубов. И играют каждый с каждым. Одна игра дома, одна на выезде. То есть, такой демократичный принцип, я считаю, каждый встретится равное количество с командами, соперницами. Раньше было так, что с одной из команд мы могли встретиться два раза, с другой четыре раза, именно с сильными командами Востока. На этот раз, я думаю, что все будет демократичнее. А почему такие изменения? В связи с чем эти изменения? Это просьба руководителей клубов. И плюс, это было уже принято, что Запад слабее Востока. Сейчас уже не так. Сейчас и Запад, это приличные клубы. Это и Локомотив, который сейчас в высшей лиге играет. Они и в КХЛ, и в высшей лиге, там очень сильные ребята. Это и сейчас Краснодар. Новый клуб пришел с хорошим бюджетом, с хорошим составом будет. И уже когда руководство лиги увидели, что нет такого разделения, что Запад послабее, Восток посильнее, решили объединить, то есть, более сделать такое. Ну, и в какой-то мере это тоже стимулирует, то есть, команда может пробиться наверх. Потому что раньше, ну, понятное дело, что вот были такие вот игроки-мастодонты сильно, их тяжело было побороть. А сейчас, мне кажется, все равно у команды есть мотивация. Мотивация выше намного. И я теперь поняла, что у вас теперь цель и задача стоит занять не ниже четвертого места. Потому что в том году в регулярных играх вы заняли четвертое место. Да, по всей лиге. По всей лиге. Теперь вам надо не ниже. По всей лиге четвертая, да. Но мы можем занять и пятое место, это не страшно. И даже десятое. Да, и даже шестнадцатый мы можем занять. То есть, главное попасть в шестнадцать. Это самое главное, естественно. Но тогда ты уже играешь, если ты стал шестнадцатым, ты играешь сразу с первым. ну, будем говорить, там, может быть, с Тюменью, то маловероятно, допустим, пройти эту команду. То есть здесь именно принцип. Чем выше ты занимаешь место, тем потом у тебя вроде бы послабее соперник будет. Ну, какое место? Все равно для себя. Какое вот место такое загадывается? Ну, я думаю, мы должны биться в шестерке. Учитывая, что добавились новые команды, вот эти сильные команды, я думаю, они составят приличную конкуренцию. Вот я еще раз говорю, Караганда, Краснодар, и Воронежский клуб с хорошим пришли. Единственное, я думаю, может быть, у этих команд, как у Красноярска, будут осечки. Все-таки не все решает иногда именно бюджеты, потому что это мы тоже видели. Команду сделать сходу тоже не так просто. Ну, та же Караганда, эта команда давно играет уже. Вот Краснодару, может быть, где-то сложнее будет сформировать все-таки коллектив сразу сходу. Но я думаю, они дадут, конечно, бой и будут. Тем не менее, вот сейчас та же Кубань, мы завели разговор о возможных соперниках. Целую серию игр играла в Европе, в Швейцарии, в Италии. В частности, победили Олимпийскую сборную Италии 4-0. Так что, ну, команда Италии все-таки входит в 12-16 лучших команд мира все равно, как бы мы ни говорили. Вот это национальная сборная. Вот, поэтому соперники серьезные. Вот мне интересно, я вот пользуюсь случаем, как вот спортивный обозреватель, хотел бы вот у Олега Игоревича спросить. Ранее не спрашивал его об этом. Сохранилась команда ВХЛ Ярославского Локомотива. Это был приятный сюрприз. Команда Локомотив будет восстановлена на континентальной хоккейной лиге, так? Да. Как бы основной вариант состава будет там играть. И вот интересно, вы как член комитета по регламенту, как решался вопрос, потому что будут ли послабления для Локомотива, возможность, скажем, в одной из игр предоставлять место 50 игрокам с той команды, с КХЛ, играть в ВХЛ? Вот или же и так нельзя будет делать? Нет, и регламент для всех единый. Никакого послабления нет. И, кстати, руководство Локомотива в прошлом году заявляло, когда им предлагали даже сразу, давайте вы сразу уже будете в плей-офф, то сразу, ну, я знаю и наслышанное руководство, там амбициозные люди, и у них вообще один из самых лучших клубов Ярославля. Вот, поэтому никаких повлажек им не надо, а я думаю, они так прекрасно выступят. Ну, продолжая разговор о регламенте, я вот не могу задать вопрос с сайта урал56.ру, напомню радиослушателям, что сейчас у нас идет туда онлайн-трансляция нашего разговора, вы можете посмотреть и послушать. Вопрос такой задает постоянный болельщик имени, не знаю, вот Константин Тюрин, как фамилия? Александр. Александр Тюрин, он не представил имя. Вы, как член комиссии по регламенту ВХЛ, как видите недочеты в существующем регламенте? Над чем еще можно поработать? И согласны ли вы с политикой лиги на омоложение чемпионата? Ну, по поводу, значит, самого регламента, но я бы хотел, чтобы больше игр было. А так как увеличилась команда, я бы думал, еще бы с десяток игр могли бы прибавить. Можно было бы подумать, как эти игры провести. Но как есть, так есть, ничего страшного. И по поводу второй вопрос. Омоложение чемпионата. А, то, что вот по регламенту омоложения. Но, опять же, здесь тоже есть определенные, может быть, неудобства для команд. Надо было тогда, я думаю, все-таки еще в прошлом году это объявить, чтобы в течение сезона команда к этому готовилась. А все-таки объявили в конце сезона практически на новый сезон. И мы, например, были не готовы, мы были в поисках. Мы столько народу провезли по сборам в этом году, потому что, ну, раз регламент заставил 4-х молодых иметь, то нам пришлось, конечно, нам нелегко. Молодых это какой возраст? Это 92-й, 93-й и 91-й год. Мы на премиум звонок в студии продолжим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте. Вы знаете, я бы не хотела, я хотела без фамилии. Можно вопрос задать? Хорошо, вы задавайте. Я хочу Олегу Игоревичу задать вопрос. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Олег Игоревич, здравствуйте. Во-первых, я хочу поблагодарить весь состав тренерский, который тренировали ребят детской и юной спортивной школы. Спасибо им большое, что они выпустили ребят как бы в путь. Но мне очень обидно. Обидно что? Что сегодня мы, мальчишек, отправляем в никуда. Ребята разъезжаются по всем городам. Есть ли у нас какая-то перспектива создать молодежку, чтобы вот эти ребята перспективные остались в родных стенах? Ведь они с такой болью уезжают, с такой, ну и от безвыходности уезжают. Потому что здесь не видят перспективы вот на сегодняшний год, на следующий год. Спасибо. Как запланировано вот это у нас или нет? Спасибо большое. Можно снять? Можно. Наушники можно снимать. Видимо, родительница, мама или бабушка может быть. Ну да, у меня, кстати, тоже был такой логичный вопрос. Ведь все-таки вот новый регламент просит омоложение команд. И у нас есть наша школа. Так вот, какая перспектива у выпускников? Ну, во-первых, не будем говорить, что у них нет перспектив. Во-первых, есть Медногорск, это фармклуб наш. Молодежная команда, есть куда поехать. Они играют на первенстве России. Слава богу, команда создана. Плюс мы сейчас достраиваем второй лед, когда уже позволит нам именно здесь в Орске молодежную команду иметь. Мы об этом думаем. Я думаю, что с сезона 14-15, скорее всего, реальнее. Мы молодежную команду здесь в Орске создадим. Это будет плюс Орска, Медногорск, еще в Оренбурге есть молодежная. Я думаю, мы в области 3 молодежных команд. Пожалуйста, пусть не уезжают. Но здесь не из-за этого уезжают молодежь сегодня. Некоторые уезжают. Что такое молодежь? Люди уезжают 12 лет. В 12, в 13, в 10 лет уезжают. А куда они уезжают? В Челябинск, Уфа, Магнитогорск. Некоторые, во-первых, уезжают родители. Просто, может быть, по работе или еще что-то такое. Движение есть определенное. Может быть, лучше, как сейчас жизнь ищут. Я не знаю. Плюс некоторые почему-то видят там более перспективу. Вот эти бренды, такие как Уфа, Практор, взрослые команды брендов. Они считают, что там он лучше вырастет. Это их мнение родителей. А вот ваше мнение какое? Мой ребенок здесь в Орске играет. У мнения такое, что они думают, что их дети попадут в эти взрослые команды. Мне кажется, самая конкуренция более серьезная. Потому что эти взрослые команды, они, скорее всего, пойдут... Я так думаю. Может быть, я неправильно считаю. Они пойдут, наверное, по взрослым молодым, по взрослым командам маленьких городов оттуда взять уже сыграть. Ну, вот смотри, здесь тенденция такая, значит, по детям. Начиная, например, с 98-го года рождения, дети, которым 14 лет, и дальше 14, 13, 12 лет, там маленький отток. Почему? Значит, по 98-й год рождения они играют хоть и во второй группе, но в лидерах. 99-й играет в первой группе, в группе сильнейших, где они играют с этим же магниткой, обыгрывают их там порой и с Уфой, и с трактором. Там маленький отток тоже. Практически там 2-3 человека уехало, допустим. 2000-й год рождения. Тоже в первой группе играет, тоже маленький. То есть, когда здесь стали играть в первой сильнейшей группе, то уже тенденция к разъезду тоже практически уменьшилась. Есть единицы, это нормально там, где-то что-то с тренером, это спортивные. Они уже профессионалы, эти мальчишки. Они же уже на контрактах у нас. Вот в чем суть. И когда они уезжают, мы за них получаем компенсации. Поэтому… Ну, вот вообще наша молодежная школа, как она ценится в целом в российском масштабе? Нет, Южный Урал – школа очень известная. Это было еще с советских времен. И много очень выросло здесь игроков, которые играли и в других клубах, и тогда. И сегодня есть игроки, которые играют в других командах. И дальше, вот сегодня я еще раз говорю, те возраста, которые мальчишки подрастают, 14, 13, 12, 10 лет, есть хорошие перспективные дети, то они создают уже хорошую конкуренцию, и о школе говорят, о школе говорят, и с уважением относятся. 341-120 номер телефона нашего прямого эфира. Напомню, что у нас в гостях сегодня Константин Мустафиров, который пока стесняясь отмалчивается, спортивный обозреватель, и Олег Игоревич Пивунов, генеральный директор хоккейного клуба «Южный Урал». Олег Игоревич, опять вам вопрос. Вопрос вот в продолжении того, что мы сейчас обсуждали, да, это вот перспектив молодых спортсменов. В середине августа, это вопрос с сайта «Урал-56» от нашего постоянного болельщика Александра Тюрина. В середине августа в правительстве области обсуждался вопрос, надо ли поддерживать профессиональный спорт из областного бюджета. Как это затронуло «Южный Урал» и чем все закончилось? Ну, насколько я знаю, «Южный Урал» поддерживает из областного бюджета. Да, да, и причем большей частью. Это почти 90%. Это недавно появилось. Нет, это было и в прошлом году. Я имею в виду, я хочу сказать, что, скажем так, до прихода Юрия Александровича и «Южный Урал» не поддерживались в правительстве области. Поддерживался, но не так. Сильно, да? Да, допустим, в процентном отношении. Город много на себя брал, то сейчас область больше на себя берет. Да, это и нормально, но мы же играем от области все-таки. Вот поэтому. То же раньше очень сильно, ну, в принципе, и сейчас поддерживают очень сильно волейбольную нашу команду «Надежда», которая, конечно… Баскетбольная. Баскетбольная команда, да. И игроки этой команды хорошую игру показали на Олимпиаде тоже. Ну, вот смотрите, бюджет, вот вопрос такой, да, как это затронул Южный Урал? Нужно ли поддерживать профессиональный спорт или нет? На следующий год идет разговор об увеличении финансирования? Ну, об этом разговора нету, по крайней мере, со мной никто не разговаривал об увеличении. Об уменьшении? Об уменьшении тоже нету. То есть, стабильно то, что мы имеем, мы никогда не были богатым клубом. Мы за счет работы, за счет коллективизма, за счет, я бы сказал, искусства тренерского персонала создаем команду. И то, что в прошлом году в регулярке заняли четвертое место, ну, это явно не по нашим деньгам. Мы обыграли таких грандов там. И когда мы в Украине выиграли Донбасс, который сейчас в КХЛ, то есть, плюс Торос два раза обыграли, но не там вообще бюджет. Ну, как бы то ни было, увеличение финансирования, которое за последние два года произошло из областного бюджета, оно все равно сказалось в любом случае, в хорошем смысле этого слова. Понятное дело, тренерский состав гениальный – это хорошо, но деньги в любом случае нужны. Смотрите, как увеличение бюджета, чтобы понятие было, определенная сумма бюджета, скажем, какая-то сумма, 70 миллионов возьмем, например, она и была, к примеру. И там она просто, может быть, город давал больше, а область там поменьше. Теперь больше область дала город поменьше. А сумма, как таковая, она не увеличилась. Ну, она увеличивается, может быть, процент на 10 с учетом инфляции, да, сама по себе. Но она вот так глобально не увеличивается, что там область вот сейчас нам деньги такие дала, что мы там такого нет, конечно. То есть, это реплика в сторону оренбушцев. То есть, даже если Юрий Александрович стал губернатором, в любом случае, хоккейная клубка сколько получала, сколько он получает. Вообще, политики здесь у нас в спорте, в хоккее, в частности, никакой абсолютно нет. То есть, Юрий Александрович такой человек, я думаю, что он на весь спорт смотрит все-таки широко. Нет такого вот хоккей, это мой любимый спорт. Я не думаю, Юрий Александрович не такой человек. Ну, по поводу политики я с вами поспорю, но политика в хоккее есть в любом случае, потому что, как минимум, политики приходят на все игры. Но это опять, это историческая любовь к хоккею. Историческая. Ну, Виктор Абрамович ходил на хоккей. Он сам с детства там и хоккеем занимался. Но это история. Я думаю, если бы он не был главой города, он все равно бы на хоккей ходил. Ну, это я знаю. 341-120, номер телефона нашего прямого эфира. За время рекламной паузы вы можете также нам звонить. Сейчас мы прерываемся на рекламу. После продолжим разговор. Виктор Абрамович, конечно, еще в 60-х, 70-х годах ходил, когда открытая площадка, когда на морозе. Он был управляющим банка. Он всегда был на хоккее. Просто видел. Только позиция была у него другая на трибуне. Там под табло он любил сидеть. А сейчас приходится ему сидеть в восьмом секторе. Нет, он любит искренне хоккей. Он и будет ходить. Ну, или взять какие-то другие лица официальные, так сказать. А у вас есть люди, которые ходят на матчи и просто в рамках полетеста чувствуют? Оказать себя. Тушануться есть, наверное, я думаю, есть. Ну, сразу их, наверное, да? Ну, вот в любом случае, по идее, Юрий Александрович, сам Изорский, мы все знаем, как отец нам родной. По логике он же мог сказать так, на хоккей больше денег. Такого нет. Он не позволяет себе такого. В любом случае. Такой человек. Это надо его знать, я не знаю. Нет, ну, раньше у него был город, он был, скажем так. Когда у него был город, ему даже было легче. Он, да, отстаивал городскую команду, он ехал в Оренбург, он там с ними ругался. Как это так, там, дайте денег. Сейчас у него область. А сейчас область, он сейчас уже должен обо всей области думать. Да, как хозяйственник. Он, может, и хотел бы, там, вот сказать, ну-ка, мой любимый, хоть так пример. Но это не в его стиле. Ну, просто в отличие, допустим, от того же Чернышева есть. Чернышев же ведь вот этими хоккейными, вернее, ледовыми комплексами застроил что? Это ориентир сельского хозяйства. Он же сам Новосерковского района. Понятно, политика. Ну, я хочу сказать, что один шаг он все-таки сделал, Юрий Александрович, сейчас, я думаю, такой положительный, дополнительный. Кубок губернатора. Он одобрил нашу инициативу. Боря, сделай мне, честно. Ну, я же. Люди-то не знают. Ну, в любом случае, эта программа «Говорим по делу», в любом случае, мы во время рекламной паузы затронули политическую тему. Я все-таки хочу, чтобы мы радиослушателям это сказали. Все равно политика присутствует. Пускай она, может быть, нет вот этих политических дрязг. Но, Константин, ну что сказал наш Юрий Александрович на Кубке? Ну, вот на закрытии, мы только об этом обсуждали, на закрытии соревнований Кубка города, вот недавно только буквально завершился, турнир во время награждения, что приятно, Южного Урала главным призом соревнований. Юрий Александрович, вот я был как болельщик, так же, как и тысячи других, он прямо заявил о том, что я прошу вас со следующего года эти традиционные турниры проводить на уровне, как Кубок губернатора Оренбургской области. Значит, повышается статус этих соревнований, значит, появляется возможность финансового какого-то, поддержки, значит, возможно, губернатор выделит какой-то серьезный денежный приз. Призовой фонд. Да, призовой фонд. Значит, можно пригласить и более сильные команды, и даже, вот мы как-то говорили с Олегом Игоревичем, возможно, и клубы из Европы. Это значит повысить интерес к этому турниру. Кстати, губернаторы по России, это, в общем-то, Юрий Александрович не первый пример этот подал. Уже несколько турниров в этом году, вот в Твери, в частности, там, в Перми и так далее. В Нижегородской области. В Нижегородской области были именно на Кубок губернатора. И команды ВХЛ играли вот на этом уровне. Будем надеяться, да, что у нас тоже статус этот получится. Ну, раз Юрий Александрович сказал, значит, будет. Но это не политика. Это не политика. Это политика во благо. Для политика. Это программа «Говорим по делу». Сегодня мы говорим о готовности хоккейной команды к новому сезону. Сегодня у нас в гостях генеральный директор хоккейного клуба «Южный Урал» Олег Игоревич Пивунов и Константин Мусафиров, спортивный обозреватель. Олег Игоревич, ну, все-таки я продолжу вас пытать. Вот не могу затронуть такую тему, как ремонт во Дворце спорта юбилейна. Вот я просто знаю, что в августе началась замена окон. Его тоже, болельщики тоже интересуются. Там дверей в основном, входные группы. Мы 12 секторов наконец-то поменяли. Я видела, как окна еще меняли на пластику. И окна там частично, да, меняли. Так вот, как раз уже другое. Дюков болельщик спрашивает. Как будет продолжаться текущий ремонт Дворца спорта юбилейна? Дворец спорта – это, я думаю, одно из самых больших зданий в области. Ну, не считая заводских там каких-то корпусов, может быть, я не знаю. Ну, из Дворца спорта самый большой, можно сказать. Да, из Дворца спорта, вот, из каких-то, может, даже по учреждению можно поспорить. Он очень большой, очень большой. Там очень много помещений. Наверху там всяких спортивных и борцовый зал там. Но они приспособлены, правда, они не залы. Это, по идее, там должно быть фойе. Но так всё это приспособлено. И даже манеж лёгкоатлетический, сегодня его трудно уже назвать манежем. Он очень большой. Он большой по территории. И он очень перспективный. Вот этот дворец можно сделать смело на 5,5-6 тысяч болельщиков. Поставить дополнительные кресла. А куда вы там можете их поставить? Мне кажется, так там уже достаточно... Вот есть там такие секреты. Хитринки. Да, хитринки, которые элементарно. И, кстати, Борис Абрамович Франц, президент клуба, эту хитринку, кстати, раскрыл. Я пока для болельщиков её не раскрываю. Без лишней реконструкции, не то, что там что-то, крышу сносить, по-новой достраивать. Это всё можно сделать практически элементарно. Было бы желание. И некоторые виды спорта, которые там приспособлены, их просто перевести в более нормальные. Может быть, вот сейчас ФОК открылся на трактных прицепах, там борцов, может быть. Потому что тут приспособлены, тут на трибуну ничего не такое, как в комнатке. А вот эти комнатки, они по кругу идут, и их все использовать можно под трибуны, под вип-ложи, под всё, что угодно. Это вот полностью по кругу ещё дворца дополнительные такие места шикарные. Ресторан можно сделать, как в Магнитогорске, смотреть с ресторана хоккей можно сидеть. То есть у нас он очень перспективный. Но в планах есть рестораны? Советские времена строили всё-таки вот как-то вот с умом, надо сказать, я думаю. Я по этому поводу, может быть, не кстати, но такую байку, которая ходит в определённых кругах деловых людей Орска, расскажу по поводу. Мы сказали, что спорткомплекс действительно большой, по тем временам 80-х годов очень современный был. Так вот, во время строительства начала 80-х годов Дворца спорта юбилейного или в конце 70-х, значит, здесь побывал бывший первый секретарь обкома партии, вот Коваленко. И когда он это увидел, он сказал, да, ребята, сюда бы сколько зерна можно было засыпать. Вот к вопросу всё-таки не будем, да, вопрос же был всё-таки по ремонту Дворца. То, что он большой, там понятно всё, и можно его там сделать. Но там ремонт, я уже это понял, он, наверное, будет либо бесконечный, либо там вот он настолько большой, я говорю, там в одном месте сделал, в другом прорвало, тут сделал, там это залатал. Либо там надо капитально, вот как драмтеатр, видимо, настанет когда-то время, Дворцу уже 30 лет скоро, и сделать капитальный ремонт, фойе, поменять там трубы, там они сгнили, там то, всё. Мы вот сегодня латаем, и, слава богу, опять же, не жалуемся и помогает нам Виктора Абрамовича в этом деле. Латаем, латаем, делаем, вот двери поменяли там, там, потихоньку кусочками. Проблема в том, что кусочками делать тоже как бы не очень хорошо и не очень глобально и не очень красиво получается. Особенно как в фойе сделаешь кусок какой-то, а кусок не сделаешь. Ну, надо делать конкретно. Ну, и главное, что это дорого. В итоге это дороже получится, если полностью закрывать и ремонтировать, и делать полную реконструкцию. Да, это дороже, но это можно сделать, зато красиво будет. Это один раздел, и ещё 20 лет не заглядывать. Ну, вообще, ведётся разговор о том, чтобы провести полную реконструкцию Дворца спорта. Она сама жизнь заставит это сделать. В конечном итоге. В конечном итоге это просто... Ну, сегодня стулья не соответствуют уже, в принципе, никаким нормам этого пластикового кресла. Оно там уже пластикой отломается. Ну, всё движется, да, оно узковатое уже. Женщины приходят в красивых шубах, я знаю. Им не очень приятно садиться в хорошей шубе на это. Там бывает спинка треснутая, шубу может защемить, ещё что-то. Такие нюансы я всё слушаю от женщин. И когда реально вникаешь, думаешь, действительно, ну, ходят всё равно же. Любят хоккей, ходят всё равно. Но, с другой стороны, чем больше будет внимания хоккей, тем больше будет внимания потом самому Дворцу спорта. Ну, это одно другой тяги. Да, но другого никак, да. 341-120 номер телефона нашей студии. Мы сегодня говорим о хоккее, говорим о предстоящем сезоне. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Олег Пивунов и Константин Усайфер, спортивный обозреватель. Также у нас сейчас идёт онлайн-трансляция на сайт Ural56.ru. Вы можете и посмотреть нас, и послушать, и, конечно, задать вопрос. Вот, собственно говоря, оттуда хочу задать вопрос. То есть, по быту мы так с вами поговорили, но давайте всё-таки перейдём к команде. И вот, опять-таки, Александр Тюрин, я не могу не задать этот вопрос. Олег Игоревич, по каким параметрам Шилов не прошёл состав Южного Урала? Анисина тоже небольшие габариты, но ему доверяют место в составе обладателей Кубка Гагарина. Ну, я думаю, если Анисину дать те нагрузки, которые в Адлере, например, где-то частично не справлялся этот игрок, про который мы говорим, я думаю, Анисин легко бы их выдержал бы. То у Шилова были проблемы там уже летом. То есть, немножко физически под штангу трудно было ему справиться, мне тренер говорил. Определённые, которые нагрузки даются, ему тяжело было их пережить. Поэтому, ну, сегодня мы пока ещё не готовы для высшей лиги. Опять же, я говорил, говорю и буду говорить. Хорошо. Есть определённые, может быть, у Александра, я с уважением к нему отношусь, старый болельщик, давно уже болеет за хоккей, молодец. И всегда каверзный вопрос задаёт, потому что он в этом, будем говорить, разбирается и нюансы знает. И молодец, правильно? Я всегда говорю, задавай, что хочешь. Ну, я всегда говорю, и ему говорю, хорошо, вот пусть Шилов, вот мы сегодня, он нам не подошёл. Местный парень, вот как бы можно упрекнуть, вот вы не взяли местного паренька, туда-сюда. Пусть он поедет в другую команду, и ему, я говорю, и всем. Пусть устроится там и докажет, что вот я играю, вот приедет в Орск и забьёт нам гол. Вот тогда можно что-то обсуждать. Но почему-то те, которые к нам не подошли, пусть не назовут последние фамилии, которые поехали и где-то там блистают. Ну, вот в чём суть-то. Ну, нельзя же брать только из-за того, что вот он из Орска. Ну, или то, что вот, ну да, то, что Орчанин, или то, что имя. Да, ну, должны какие-то же быть спортивные-то принципы в любом случае. В первую очередь, я думаю. В первую очередь. В первую очередь, да, его показатели, да, именно на поле, его посмотрели, дали ему шанс. Его, может быть, я не знаю, там, другой клуб, а мы его как местного взяли, потому что надо шанс давать. Ну, и главный момент какой, рискуете это чем? Рискуете потом в конечном итоге показателями, да, то, что в итоге, если тут дадите прослабление, то в конечном итоге можете вообще вылететь из всего. Поэтому, ну, по каким параметрам? Ну, как бы, я вот объяснил. А вот тогда вот сразу вопрос, а вот по каким параметрам, вот просто, вот скажем так, вот как ваш девиз, да, вот именно вот менеджерского состава, тренерского состава. Вот девиз, по каким параметрам вы выбираете игроков? Ну, то есть на раз, два, три. То есть в первую очередь, что у него должно быть игрока? Ну, смотрите, опять же, это вот вопрос больше к тренерскому составу, да? Тренер – это такая фигура. Любой тренер, я не говорю наш. У них определенный свой взгляд у каждого тренера. Одному игрок нравится, другому не нравится. Одному нужно, чтобы там физически был больше готов, другому, чтобы он там катался хорошо. Кто какое направление хоккея выбирает. Ну, в любом случае. У нас команда более техничная, более, я думаю, у нас команда одна из лучших в высшей лиге катается, техничная команда. Может быть, негабаритная, мы физически, вот если какие-то вот плей-офф нам с Меченом показала, когда началась битва вот именно зубастая, мы немножко уступили вот здесь вот в этом вот противостоянии. А когда мы налегке, технично, красиво катаемся, в пас играем, у нас приятно любо-дорого смотреть. Вот такая у нас команда. Давайте примем звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я хотел задать вопрос насчет крыши. Вы скажите, как вас зовут, представьтесь, пожалуйста. Меня Геннадий зовут. Очень приятно, Геннадий, слушаем ваш вопрос. Мне интересует, а в этом году что-нибудь с крышей ремонтировалось, нет? Спасибо. С крышей дворца это поле? Да, да, опять мы возвращаемся в хозяйственные бытовые нужды. Ну, а что, людей, это, я мне рад, что их людей надо волнует. Люди не только, что пришли там в дворец. Видать, протекало, человеку, можно сказать, накопал на голову. То есть, не только шуба защемляет. Да, да, да. Но еще и на крышу на голову. Там есть определенные нюансы, да, те люди, которые крышу это делали, они признали свои недочеты, они там ссылаются на материалы, они те поставили им бракованные, то, сё. Они в прошлом году уже часть устранили крыши, сейчас уже крыша не так течет. И вот последние дожди практически ни одной капли не было. Но я знаю, что там скапливается в определенных местах, и даже дождя не будет, а потом начнет капать. Это надо время. Ну, а мы боремся с этим. Выходили тоже уже эту организацию на уровень главы города выводили, и те нам пообещали, что они свою работу доделают. Ну, это целая проблема. А как я поняла, ремонт крыши, как всегда, через тендеры, через конкурсы, и потом... Крышу делали лет, наверное, пять назад, я думаю. Да, там вот был капитальный ремонт такой. Ну, вот они ссылаются, что им сразу достались некачественные материалы. Там как по какой-то новой технологии они делали распыление, там столько нюансов. Не просто там рубероид, как обычно, а какая-то новая... Ну, вот, видимо, что-то у них не получилось, что-то не пошло. Ну, продолжим. Давайте все-таки говорить о команде уже. Да, Константин. Я просто хотел для болельщиков сказать, что вот сегодня, раз мы здесь смотрим внимательно за порталом Ural56.ru, за хоккейным обозрением, хочу сказать, что буквально сегодня появилось интервью мое с главным тренером команды Южный Урал, Евгением Александрович Зиновьевым, и там на многие вопросы болельщиков он дает ответ, в том числе по составу команды, по именам, по игрокам, значит, по позициям, в том числе вратарской, которая волнует многих вроде бы болельщиков. Ну, и вот возвращаясь к тому контексту, конечно, главный здесь определитель – это главный тренер позиции по игроку, по составу пятерок, троек, вратарей. И я хочу сказать, что в этом году вот видна, так сказать, направленность на то, чтобы защитники наши усилили мощь свою. Если они раньше играли достаточно надежно, мы пропускали достаточно мало шайб, среди лучик были в конференции по пропущенным шайбам, то в этом году с приглашением Владимира Гапонова, Николая Ладыгина, опытных, габаритных хоккеистов. Значит, у нас появилась целая группа, я вот с Зиновием говорил, и тех хоккеистов, которые будут в обороне проповедовать достаточно силовой характер борьбы. То есть, вот эта концепция меняется. Вот то, что не хватало, что ребята некоторые были защитники техничные, достаточно такие мобильные, но не хватало у них, может быть, мощи какой-то. То вот сейчас вот вместе с Дмитрием Позиным, скажем, Николаем Ященковым представляется такая хватка серьезная, железная. Поэтому это изменение каких-то тактических концепций тренера. И пока это все срабатывает, надеюсь, что это сработает. И вот, пожалуйста, это опять же позиция тренера, да, главного тренера. Это не только. А вообще на сколько обновился состав команды? Не на много. Процентов на 25 обновления, наверное. Ну, то есть, такая, чтобы преемственность была. Костяк остался, да. Костяк остался. Потому что, я говорю, особых претензий-то к ребятам нету. Сезон-то провели здорово. Что говорить, полные трибуны и просто так не собирались же, приходили там посмотреть на наш налет, на красивый. Фактически каждый матч аншланг. Да, билетов не было. Это только заслуга ребят. Они своей игрой зрителя привели, будем говорить. 341-120 номер телефона прямого эфира. Вы также можете зайти на сайт ural56.ru, именно туда сейчас идет онлайн-трансляция нашего разговора. Зайти не просто послушать и посмотреть, о чем мы здесь говорим, но и задать свой вопрос. Вот, кстати, по поводу билетов, Олег Игоревич. Раскуплены уже абонементы? Как вот, ажиотаж уже есть? Да, сегодня более 1700 абонементов уже продано. По сравнению с прошлым годом мы продали 650, по-моему, билетов. А цены те же остались или нет? Чуть-чуть повысились процентов на 10. Поднялись цены. Но это не испугало болельщиков. И в этом году и мы хорошо подготовились, то есть, напечатали больше абонементов. Мы в прошлом году просто даже не думали, что будет такой ажиотаж, что в этом году подготовка была хорошая, мы рекламу дали хорошую. Вот, абонемент, я думаю, около 2000, то есть, это половина стадиона. У нас придут по абонементам. Ну, которые вот, это уже постоянные, скажем так. Это все, это люди будут ходить, но они не придут, если, может, по болезни или еще по каким-то причинам. Там, простыл наш человек или в командироке находится. А так, это истинные болельщики. Абонемент берут истинные болельщики. Звонок в студии у нас есть, примем его. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Игорь, я являюсь заядлым болельщиком нашего клуба. Слушаем вас. Хожу на все игры. Единственный вопрос у меня, все устраивает в игре, почему так плохо играем в большинстве? Спасибо. Олег Игоревич, Константин, почему мы так плохо? Почему мы плохо играем в большинстве, да? Такой вот вопрос. В одной игре плохо, в другой. Да, в другой игре хорошо. Но есть такой момент, не каждое большинство мы реализуем. Есть такой момент, ну, работаем над этим. Почему? Наверное, не хватает нам какого-то класса в этом плане, наверное. Зато мало пропускаем. Я просто посмотрел, посмотрел со стороны вот на турнире. И в конце прошлого сезона, и на турнире. Болельщики, наверное, может быть, тоже обратили внимание, что во время реализации большинства появились какие-то свои ходы у каждой пятерки. Вот не хочется мне придавать, так скажем, эти тренерские задумки, но я думаю, здесь соперники не слишком нас слушают. Ну, скажем, вот подключение на пятачок молодого нашего защитника Арчанина, воспитанника Орского хоккея, говорю специально это для всех, Кирилла Кремзера, он там так шайбу забил, смечил он в плей-офф. То есть, есть какие-то уже четко наигранные комбинации при большинстве. Они срабатывают, иногда не срабатывают. Или выводят часто на бросок Романа Бузычка с определенной точки, с определенной позиции. Может быть, не сильно удобной позиции, но так как у Романа щелчок настоящий, мощный, главное ему попасть в ворота. Значит, ну, здесь, конечно, опять же, это вопрос, наверное, к Евгению Александровичу Зиновьеву. Но мне кажется, команда, вот я был на тренировках, уделяет большое внимание отработке численного большинства и игры в численном меньшинстве. Это тоже важно, не пропустить шайбы. Ну, то есть, вы над этим работаете, да? Конечно, мы понимаем реально, что это недостаток, будем говорить, но исправим. Мы его знаем, исправим. Хорошо, что знаете. 341-120, номер телефона нашего прямого эфира. У нас буквально 10-15 минут до конца эфира осталось, так что, если у вас есть вопросы, то прошу вас поторопиться и позвонить. Вопрос с сайта Ural56.ru. Как раз по поводу молодых игроков. Немножко так вот продолжу, Константин, вот в тему. Назовите фамилии перспективных игроков в DUSERS 4, которые через три года могут закрепиться в составе команды мастеров. Ну, это опять вопрос... Фамилии не назову, я этот вопрос читал. Да, почему? Чтобы не перекупили? Да нет. Я думаю, да, для этих юных хоккеистов это будет слишком большой аванс, называть их фамилии сегодня. Но есть мальчишки перспективные, однозначно есть. Тренера работают сегодня, школа работает, поэтому дети наши востребованы. Каждый год у нас кто-то куда-то уезжает, и в хорошие клубы. Я говорю, уже это целая проблема наша. Ты как бы городка маленького, будем говорить, уезжает в крупный город. Ну, это нормально, я не знаю, как это объяснить. Но мы добьемся того, что сегодня два возраста в первой группе. Я думаю, что со временем будет играть четыре возраста в первой группе, что все-таки вот это будет престижно играть именно у себя здесь, в Южном Урале. Поэтому есть перспективные дети, есть. Я хочу сказать, наверное, все наши надежды связаны теперь с возрастами с 98-го года и младше. Понимаете, Елена, огромный вот этот провал в работе связан не то, что плохо руководство Дю США так работало, а с периодом, да, с периодом экономическими сложностями 90-х годов, там, 2000-х начала. Вот этот определенный провал шести-семи возрастов есть. Но, тем не менее, даже вот в тех возрастах, которые старше 98-го года, есть ребята, их можно назвать. Олег Игоревич уже мне разрешит, я думаю, почему. Пожалуйста. Потому что они уже не в Орске, к сожалению. Из ваших уст они не так будут воспринимать. Да, к сожалению, они уже не в Орске. То есть, в каждом возрасте те команды, которые сейчас практически и не выступают, значит, были ребята очень перспективные. И вот родители их увозили в Пермь, Челябинск, Магнитогорск. И вот, скажем, в прошлом году в итоге у нас появилось два чемпиона страны в составе автомобилиста Екатеринбург. Воспитанники, вообще-то, Дюс-4 Орского хоккея. Даже фамилии могу назвать. Не зависит, что вы. Этих можно назвать. Да, эти там. Эти уже заслужили. Они постарше. Да, Владислав Дюкарев, Илья Икомацких. Вот теперь, вот буквально недавно в составе юниорской сборной, точнее, юношеской сборной России до 17 лет дебютировал игрок Магнитогорского металлурга Владислав Каменев. Который в 15-16 лет имеет рост под метр девяносто. Много забивает. Он и здесь забивал. Но вот решение переехать в связи со многими причинами обусловило то, что мы вот как бы следим за ним, но мы уже вроде думаем, что он потерян. А у меня вот зиждется такая надежда, что вот со временем, когда наш базовый клуб будет еще крепче, то вот эти ребята вырастут, появятся в КХЛ, а потом все-таки вернутся и в родной клуб. Ну, в том время у нас КХЛ уже будет. Да. Ну, я хочу сказать, что звездочки у нас в Орске появлялись всегда. И 40 лет назад, и 30 лет назад, и вот то поколение, которое, к сожалению, родители их увезли. Да, ну, в силу причин. И вот особенно будем болеть вот за этих ребят с 98-го года и младше. Мне кажется, вот спустя 4-5 лет в составе Южного Урала будет гораздо больше воспитанник местного хоккея именно из ребят этого возраста. Это программа «Говорим по делу». Надо ждать. Это программа «Говорим по делу». Сегодня мы говорим о нашем мужском хоккее, о перспективах нашей команды. У нас сегодня генеральный директор хоккейного клуба Южный Урал Олег Игоревич Пивунов и Константин Мустафиров, который разошелся во второй половине программы. Ну, у нас времени не так много, и это очень приятно. Ну, вот, Олег Игоревич. Тема больная. Да, в такой вопрос хочу задать с сайта Ural56.ru. В каких международных проектах ВХЛ может принять участие Орский Южный Урал? В любых, я думаю. И я думаю, что Лига, если будет выбирать, допустим, какой-то клуб, я надеюсь, что мы будем там рассматриваться, чтобы провести именно у нас какую-то международную встречу, потому что у нас есть все условия для этого. У нас по высшей лиге один из самых больших и уютных дворцов, ведь много в городах дворцы по 2,5 тысячи, и типовые там на 3,800 раньше были, вот они еще остались в дворце. У нас нормальный дворец со стоящими местами, мы 5 с лишним тысяч можем людей забить. Ну, плюс вы еще раз сказали, что у вас есть свои секретные ходы, как еще расширить. Да, ну, нет, это уже с годами, там, эти секретные ходы. Я думаю, на сегодня вот то, что мы реально там можем, допустим, в какой-то новогодний промежуток, может быть, у нас там есть промежуток, мы можем сыграть именно такую игру. Поэтому, я думаю, перспективы есть. Если Лига будет договоренность, это же все-таки мы не можем самостоятельно. Мы можем самостоятельно договориться и то все через Лигу, там, вот на Кубок губернатора привезти на следующий сезон какую-то иностранную команду. А мы сейчас об этом сезоне говорим. То есть, может быть, какая-то игра была бы здоровой. Потому что вот в Красноярске это прошла игра вот эта русская классика. Вот как раз по поводу русской классики. Вот можно, я вам вопрос сейчас задам, и вы как раз ответите. Если русская классика в новом сезоне будет проходить в Орске, то, возможно, ее будет провести на территории будущего второго льда. Наверное, кстати, сначала вы, а потом мы поговорим как раз по поводу второго льда. Нет, я просто уважаемому болельщику скажу, что теоретически даже невозможно это. У нас нет просто нормального такого современного футбольного стадиона, где можно было бы разместить этот хоккейный комплекс для игры в зимних условиях на открытом воздухе. Нужны трибуны, нужна вмещаемость не менее 40 тысяч человек. У нас такого нет, такой нет возможности. Даже в Новотроицке на стадионе «Металлург». А вот Олегу Игоревичу тут же вопрос. Он присутствовал в Красноярске, и там многие предлагали провести матч звезд высшей хоккейной лиги именно или в Донецке, или в Орске. Донецк у нас ушел в КХЛ, остается Орск. А планируется ли такая встреча звезд именно игроков в ВХЛ нынешнего сезона? В лиге идут об этом разговоры. Там надо название, во-первых, придумать. Матч звезд, он есть уже в КХЛ. Поэтому тут сам бренд, мы не можем брать в матч звезд. Здесь что-то надо взять. Там сильнейшие игроки высшей лиги, там Запад с Востоком условно, допустим, против Востока играют. Поэтому я говорю, мы сегодня... А теперь ни Запада, ни Востока нет. Да, но условно эти все равно команды территориально разделены же. И можно это сделать, и сыграть можно. Сегодня мы готовы принять, будем говорить, любого масштаба. Если лига заинтересуется вот этим предложением и будет интерес, то мы, конечно, будем рассматриваться одни из первых, чтобы проводить в Орске. А что это еще дает, помимо того, что, да, хорошие бонусы перед лигой, хорошие бонусы перед болельщиками. А вот с финансовой точки зрения, вот вы как уже непосредственно, как, ну, все равно, да, как топ-менеджер хоккейного клуба. Ну, с финансовой точки зрения, я не думаю, что там постановленные прибыли, потому что билет, который стоит 100 рублей сегодня у нас в городе, он так и будет стоить 100 рублей, какая бы игра ни проходила. А может быть, даже еще и дешевле на такие игры, потому что это игры-шоу. Здесь именно популяризация, вот прежде всего популяризация. Приходят новые люди, видят вот эти вот... Плюс на телевидение мы можем выйти, как вот русская классика на «России-2» транслировалась, а нас многие могут увидеть. То есть, именно в основном это... Что-то заработать на этом. От имиджевая такая система. Да, я не думаю, что тут что-то можно заработать. Ну, да, какая-то копейка там, может быть, на билетах, но это символически все. Вот по поводу второго льда. Второй лед у нас планирует создаваться к концу 2013 года. Вот как вы тоже участвуете в этом проекте? Потому что мы так немножко вскользь прошли. Днем мы ночью, в нем участвуем. Да, просто вскользь прошли. Давайте просто расскажите, как сейчас идет строительство, что уже сейчас сделано, потому что 8 месяцев назад Владимир Владимирович Васькин в этой студии говорил о том, что там идут работы, немножко они затормозились. Не все так... Да, я помню этот эфир, Владимир Владимирович, когда... Сейчас они догнали, строители, то есть, глава строго сказал, значит, догнать все. Там оставание на месяц было. И еще лучше перегнать. Да. И есть такое желание у главы, он уже высказывал, что, может быть, мы даже и раньше его построим, чем конец 2013 года, может быть, и пораньше. Поэтому сегодня все идет по плану, нулевой цикл практически уже там завершен. Это самая такая черная работа, земляная такая, все это, да. Сейчас уже начнется возведение ферм. То есть, там все идет по плану, слава богу, лишь бы ничего не сорвалось, не финансировали, ничего пока жаловаться не приходилось. Ну, в конечном итоге, что у нас будет вот в целом вот на вот этом стадионе «Авангард», да, получается, вот эта комната? Да, у нас там сегодня футбольное поле. Футбольное поле, потом где тоже планируется у нас большая трибуна. Трибуны, да. Полтора тысячи, да, местные? С АБК, да. Нет, там уже разговор идет даже о пяти тысячах. Да, вот как раз там тоже хотят такое решение сделать, о чем вы говорите. У меня такое чувство, что все съездили в Икею. И узнают теперь, как так вот. Ну, то есть, там тоже же хотят по трибунное место использовать для того, чтобы там были тренерские, душевые и так далее, и так далее. Ну, о чем вы говорите? То есть, у себя тоже хотят по трибунное место использовать. Так, еще раз. То есть, у нас будет дворец спорта юбилейный, у нас будет хорошее футбольное поле, у нас будет ледовая арена. А вот зимой это футбольное поле, его будут заливать или нет? Вот оно как будет использоваться? Я не знаю, как в эту зиму, потому что, я не знаю, рискнем мы в эту зиму залить или нет, это будет отдельное решение приниматься. А в дальнейшем вообще поле будет заливаться однозначно. То есть, оно рассчитано на заливку. Я почему боюсь в этом году, не знаю, как беговые дорожки, вот эти все дела себя поведут, как это строитель, когда их сдадут, потому что есть нюансы определенные. Хотя, в принципе, я думаю, что может быть и в этом году получится. Там определенно есть нюансы, надо снежную подушку сделать, но это все возможно. Ну, вообще, в дальнейшем, на будущие годы, будем говорить, там будет лед. Ну, вы для себя планируете, что 2014-2015 год, это будет именно уже молодежные игры, то есть, молодежно такое делать. Молодежная команда. Молодежная команда. Фармклуб, то есть, водки. Да, вот когда будет уже у нас второй лед, и у нас со льдом будет разгрузка немножко, то молодежная команда вполне ледит. Я предлагаю взять паузу в нашем разговоре. Сейчас мы прервемся на прогноз погоды и на гороскоп, и после подведем итоги. Я думаю, Елена, для болельщиков, тех, кто постоянно следит, особенно за подготовкой команды к чемпионату, интересно все-таки вопрос по сотрудничеству, заключенному договору недавно с хоккейным клубом «Металлург» из Магнитогорска, КХЛ, и по тем ребятам, которые двое приехали, уже играли. Вот я, насколько знаю, Олег Игоревич, только вот вчера приехал. Вчера я был в Металлургске. А, сегодня приехал. Вот интересно, я сам, я, кстати, сам пока не знаю, что было достигнуто, какие результаты у нас. Мне просто интересно вот сейчас спросить. Ну, вот сейчас как раз и спросите. Я сейчас про новый сезон спрошу, то есть, уже когда все у нас начинается, какие там, скажем так, основные ваши противники, то есть, кому больше там будете готовиться там. Восемь новостей, три минуты. В смысле новостей, три минуты? Ну, восемь новостей, которые дадут три минуты. Все это. Мы пока без десяти. Не, мы сейчас это… Мы же до новостей? Да, до новостей, да. Прямо уже. Не, вы, в принципе, можете, я думаю, что Дениска не рассказал, что… Не, Дениска, можно, но просто уже как-то… Да, наверное, да. Уже, если честно, когда я смотрю, уже все уже такие… Да нет, я могу разговаривать. Очень важно вот для болельщиков, потому что многие спрашивают, вот отношения с Металлургом. И вот, мне кажется… Свежо так подумало уже. Открыть, кстати, тут же уже душно будет, конечно. Я не отношу. Ну, сейчас я… Это, кстати, и состав команды на сезон невольный. Кстати, очень интересный нюанс. Вот я не успел сказать, что прочитали они все-таки интервью, кто имеет возможность, на сайте. Ну, я напомню. Зиновьев. Почему? Потому что он отвечает там на такие нюансы, вопросы. Сколько может быть в команде состав? Сколько человек, какого возраста? Сколько человек мы можем приглашать с фарм-клуба? С клуба КХЛ? Что означает, Олег Игоревич, в новом сезоне будет продолжена традиция после матчевого шоу «А-ля Магнитка»? Это что такое? Ну, да. Это «А-ля Магнитка». Это «Магнитка» впервые появилась, наверное, здесь у нас в России, когда Ян Марак делал шоу вот эти вот. То есть там после игры игрок приветствует зрителей. То есть уже когда команда уехала, уже все, попрощались, и игрок остается, а потом их стало два человека оставаться, и они делали такое централизованное шоу. Они одевали парики, там какие-то с саблями, с мячами, там что-то такое. Публика в восторге. То есть вот эти хоккеисты становились артистами на пять минут там буквально, и это было все. Там они стояли стоя и не отпускали. Ну, у нас Антон Патанкович, магнитогорец, да? Потом ему прихватил эту... И Глеб Евдокимов. Глеб Евдокимов вратарь, он и сейчас это делает. Они делали такие шоу, переодевались, шляпки переодевали. И, наверное, Глеб Евдокимов и в этом году не будет это... Люди просто не уходят и ждут. Но это только после победы. Может быть, и Кирилл... Если игра выиграла, выигранная тогда. А если игрок проиграли, то никто ничего не делает, все расстроены, плачут. Но самое главное – это какое-то новое поколение. Вот я спрашивал у Зиновьева. Это уже зависит от возраста. Казарина сложно представить в этой роли. Нет, позитивный уже вот идет. Молодцы не стесняются, выходят так. Это программа «Говорим по делу». Хоккей можно говорить долго и очень хорошо. Но как бы ты ни был, мы уже переходим на финишную прямую. Не знаю, будут ли у нас плей-оффы после новостей. Сейчас посмотрим. Потому что у нас тут как бы 7 минут до новостей. Олег Игоревич, ну все-таки давайте поговорим о новом сезоне. Для радиослушателей скажу, что у нас сегодня в гостях генеральный директор хоккейного клуба Южноурала Олег Пивунов и спортивный обозреватель Константин Мусафиров. Номер телефона прямого эфира 341-120. Если у вас есть вопросы, то, конечно, мы слушаем вас в прямом эфире. Итак, Олег Игоревич, новый сезон. Чего ждем? Когда все начинается? Какие основные противники? Вот чего будет? Первые игры мы играем на выезде в этом году. То есть мы начинаем в Санкт-Петербурге играть. 10-го числа мы уже там играем первую игру. Потом играем в Краснодар и в Клину. Дома мы начинаем 19 сентября с команды «Ижевск». Я всех приглашаю на эту игру. Будет открытие сезона, будет шоу-программа. Приходите пораньше. Как всегда, мы сделаем праздник для болельщиков. Это очень важно. И новый сезон. Ну, естественно, мы тоже ждем каких-то новых ярких красок, игр интересных, чтобы болельщик уходил с восторгом, чтобы болельщик не покидал сразу трибуну, а ждал вот это прощание, когда все поднимают клюшки. Поэтому, ну и, естественно, еще раз возвращаемся к плей-оффу. Сегодня мы ставим большую задачу на плей-офф. То есть как можно выше занять место и пройти нормальный плей-офф. Как проходил сам тренировочный процесс? Насколько команда готова? Насколько сам главный тренер оценивает степень готовности команды? Вот какую он сам себе оценку ставит? Ну, я думаю, что сегодня, по мнению тренера, команда на четверку из пяти баллов готова. Четыре с минусом, четыре с плюсом? Четыре с плюсом, наверное, я думаю. Потому что вот турнир выиграли. Показали эти игры, что команда уже сейчас в неплохой форме. И те игроки, которых мы приобрели, самое главное, что они, я думаю, как раз усилили. Не просто заменили, которых ушли, а усилили. И это сегодня видно. И я думаю, что они проявят себя с лучшей стороны еще в сезоне. Ну, сейчас еще у нас остается турнир в Кургане. Буквально три дня мы там отыграем. Ну, сегодня все. Сегодня мы уже команда сформирована, состав сформирован. Не принимаем никакие звонки, никакие агентов, ничего. Может быть, единичные, точечные какие-то. Ну, я говорю, может быть, с КХЛ кто-то там еще отвалится. Вот такие вот. Мы можем рассмотреть. А так, в принципе, все. Команда готова к бою. Сегодня все для команды создано, нормальные условия. Все, они одеты, обуты, накормлены. Кто основные противники? То есть, на кого вот? Кто вот больше всего будете, скажем так, ну, не бояться, а к кому больше всего готовиться будете? Ну, традиционно это Рубин. Традиционно это Торос. Я думаю... Челмет. Челмет теперь или нет? Челмет, да, соседи наши, будем говорить, да. Краснодар, я говорю, будет, наверное, очень хорошая команда. Это Альметьевск, поэтому... Для нас все команды, мы никогда нет такого, чтобы раз вынесли там 8-0, какую-то команду обыграли, да, там. Мы с любой командой почему-то у нас какие-то трудности происходят, и нам приходится подвиги совершать. Ну, такая команда у нас интересная. Если не благодаря, а вопреки... Ну, как, в принципе, на Олимпиаде наши баскетбольные и волейбольные команды, там все через подвиги. Все вот так вот, да. Но такие игры, они, может быть, нервируют зрителей, конечно, с валидолом, но они доставляют удовольствие, когда выигрывает команда. Константин, у вас был вопрос, который вот вы, как валильщик, как спортивный обозреватель, не можете не задать? Не обойти не могу его, но я просто скажу, что особенно валидольный матч у нас всегда с Нижнетагильским спутником. И вот на Кубок города это было настоящее феноменальное шоу с драматизмом, с булитами бесконечными. Только Глеб Евдокимов восемь булитов парировал. Вот, и мы все-таки выиграли. Вот, пожалуйста, Нижнетагил, середняк, а вот с ними очень сложно играть или еще с какой-то командой. Поэтому, наверное, вот как Евгений Александрович тоже мне сказал, да на каждую команду будем настраиваться, как на последний бой. Ну, я здесь добавлю, что у вас только дело тонкое, вот видите, у нас все получается через под. Когда мы с Тюмени играли дома и проиграли в Тюмени, зрители стояли и хлопали. Пацаны бились. Даже можно и проиграть, но когда ты бьешься там, и там явно высшее мастерство может быть. Я просто вот о чем хотел сегодня спросить. Меня многочисленные болельщики об этом просили. И Олег Игоревич, поэтому я переадресовываю вам эти вопросы, точнее один вопрос. Вы буквально приехали недавно с Магнитогорска, с турнира памяти Ивана Рамазана, в составе команды там звезд молодежной выступали два игрока, которые выступали уже и в составе Южного Урала, защитник Иван Гавриленко и нападающий Кирилл Лебедев. Так вот, Кирилл Лебедев забросил две шайбы Акбарсу Казанскому, стал героем матча, а команда заняла второе место. То есть, они воспитанники Магнитогорского хоккея, и в соответствии со спортивным договором о спортивном сотрудничестве Металлурга и Южного Урала возобновили, эти ребята уже приехали играть в этом сезоне в Оргск. Вот. И вы встречались с руководством хоккейного клуба Металлургс, клуба КХЛ. Каковы итоги этих переговоров? Ну, мы еще раз уточнили, значит, наше дальнейшее движение. Геннадий Иванович Величкин, директор клуба Металлург, значит, вице-президентом он является, еще раз подтвердил, что они плодоторно готовы на будущее с нами работать, и не на один год, там целая у нас сейчас будет выстраиваться, видимо, система уже на будущее, и игроки, которые у них сегодня, может быть, не востребованы, именно чтобы пройти обкатку и практику, они будут, я думаю, порядка четырех-пяти человек у нас в Магнитогорском будут играть в течение всего сезона. А вот эти ребята Лебедев и Гавриленко возвратятся? Они уже возвратились-то, они уже здесь. Герои мемориала приехали в Орск все-таки. Я думаю, им больше... Потому что в советском спорте, в советском спорте, буквально вчера в интервью Кирилл Лебедев заявил, как бы он хотел попасть в основу Металлурга. А мне подумалось, ну вот ты еще в Орске позабивай побольше в ВХЛ и окажешься... Для нас самое главное понимание от Магнитогорска, что они поняли, что в высшей лиге они получат больше пользы, чем в МХЛ. Вот это самое главное. Это есть понимание, и это самое главное. Ну, на этом мы заканчиваем нашу программу. Сегодня у нас обошлось без плей-оффа. Слава Богу, может быть. Но я еще раз говорю, что хоккей можно говорить долго. Для слушателей скажу, что сегодня у нас в студии был генеральный директор хоккейного клуба Южный Урал Олег Пивунов и спортивный обозреватель Константин Мусофиров. Буквально завтра вы можете зайти на сайт ural56.ru, посмотреть стенограмму нашего разговора, видеозапись и аудиозапись. Что хочу добавить к этому? Хочу добавить, что хоккейный сезон начинается. Нужно и нужно любить, я не знаю, даже нужно и можно ходить на игры нашей команды, приходить в Вордец спорта юбилейный. И, конечно же, не забывать про то, что на сайте ural56.ru есть специальная рубрика «Хоккейное обозрение», которую ведет наш обозреватель Константин Мусофиров, который делает хорошие, качественные обзоры. То есть, даже такие дилетанты, как я в хоккее, понимают, что к чему и быстро начинают разбираться, кто, куда и зачем. Спасибо, Елена. Я просто хотел добавить, что также достаточно полная информация и на официальном сайте хоккейного клуба Южный Урал. Там тоже работают специалисты хоккея, и при поддержке генерального директора они неплохо справляются, потому что признаны лучшим хоккейным сайтом ВХЛ. Вот совместным. Ну и последний момент. Если у вас не получится попасть на хоккейный матч, то вы всегда можете зайти на сайт ural56.ru, где будет идти онлайн-трансляция. Вот на этой прекрасной ноте мы заканчиваем разговор, встретимся с вами через неделю. Эфир, обещаю, будет интересным. На радио Шансон Ворске «Говорим по делу». Слушайте каждый четверг в 19.00. Нам есть что сказать. А вам?